Добрый день, уважаемые ребята! Мы плавно с вами переходим от химии С и П металлов к химии Д металлов. Сегодня у нас общие свойства Д металлов, Д металлы первой группы, побочной подгруппы. Итак, общая характеристика Д металлов. Вот если мы посмотрим на слайд, здесь вынесены Д металлы, то есть это подгруппа скандия, титана, ванадия, хрома, марганца, триада железа, железо-кобальт-никель, дальше платиновые металлы, рутений, родий, палладий, осмий, иридий, платина, элементы подгруппы меди, но их еще называют монетными металлами, медь, серебро и золото, и элементы подгруппы цинка. И три ряда переходных металлов. У лантана, здесь видите, выделено зелененьким лантан, у лантана располагается еще и 14 лантаноидов, то есть С, Ф элементы. Изменение электронной конфигурации N без единицы, D1, N, S2, N без единицы, D10, N, S2. Если мы с вами посмотрим на вот этот слайд и общие закономерности, то все D элементы – это металлы. Ионизация D элементов происходит с отрывом, в первую очередь, S электрона. В образовании химической связи всегда принимает участие D орбиталь. Сходство элементов в периодах и группах больше, чем у непереходных металлов. Ну и вот здесь можно посмотреть электронные конфигурации. Значит, 4, S2, 3, D1 у скандия. Видите, что у хрома, у меди происходит переход одного электрона с D-состояния на S-состояние, для того чтобы получить устойчивую конфигурацию. Переходы также наблюдаются у молибдена. Ну вот в четвертой группе практически здесь, начиная от необи и молибден, и технеции, и рутений, ну то есть более устойчивые конфигурации. А вот уже в шестой группе мы посмотрим у вольфрама 5D4-6S2. Почему? Потому что есть заполненная 4F-оболочка, и поэтому S-уровень находится немного дальше к T, и поэтому не происходит энергетически невыгодно, не происходит переход электрона с S-состояния на D. Ну у платины и у золота есть переход электрона, наиболее энергетически выгодно вот такие конфигурации. Ну и вот здесь можно посмотреть для первого, если мы посмотрим на первый ряд, и энергии ионизации D-металлов. То есть что происходит? Если у никеля мы отрываем 2 электрона, это 3D8, у хрома 3 электрона получается 3D3, то есть последние S уходят, первые, вернее, уходят S-электроны. Для скандия получается структура благородного газа предыдущего аргона, то есть 3 электрона D уходят, цинка 3D10, ну то же самое для меди D10, 1 электрон S уходит, ну и для меди 2 электрона, если возьмем 3D9 будет оболочка. Свойства переходных металлов и структурные типы. Практически все металлы, D-металлы кристаллизуются в трех основных плотнейших упаковках. Это плотнейшая гексагональная, плотнейшая кубическая, ну и также еще существует кубическая объемоцентрированная упаковка. То есть большая часть, кубическая объемоцентрированная, это железо, элементы подгруппы ванадия и хрома. Только два металла, марганец и ртуть, не относятся к этим структурным типам. Если мы посмотрим на свойства переходных металлов, на слайде приведен металлический радиус, то можно будет увидеть максимум на марганеце. 3D5-4С2, то есть наблюдается максимум полностью заполненная D-оболочка по одному электрону, и потом опять наблюдается максимум на оценке 3D10-4С2. Ну вот такие же свойства с металлическим радиусом, примерные, но менее уже выражены, сохраняются для 3-го и 4-го ряда. Ну здесь можно посмотреть потенциал ионизации, то есть тоже на примере 3-го ряда от скандия к цинку плавно увеличивается, но вот здесь на марганце есть незаметный такой изгиб. Электродные потенциалы тоже, марганец, ну и здесь медь, почему? Потому что устойчивая D10. Если посмотрим электроотрицательности элементов, то для начала рядов, то есть эти элементы похожи на щелочноземельный, для скандия где-то близко тоже к щелочным и щелочноземельным металлам, то если мы будем продвигаться к номерам групп, это 9, 10, 11, 12, то они уже больше будут похожи по свойствам по электроотрицательности на P-металлы. Ну и вот здесь по температурам плавления мы с вами рассматривали вот эти графики, когда мы говорили про электронную конфигурацию, вот такие максимумы и вот такие кривые. Обратные зависимости наблюдаются, если мы смотрим температуры плавления. То есть самым высоким являются элементы с устойчивой D5-конфигурацией. В шестой, шестая группа вот нам показывает максимумы. Ну и общие закономерности. В ряду от скандия к цинку уменьшается реакционная способность, от цинка к ртути тоже уменьшается реакционная способность, а от лантана к скандию происходит увеличение реакционной способности. Это вот общие закономерности переходных металлов или D-металлов. Ну, здесь приведены ряды периодической таблицы 18-ти электронной. Мы с вами работаем по 8-ми электронной периодической таблице, поэтому у нас элементы подгруппы меди и цинка будут относиться к первой побочной, первой группе, побочной подгруппе, и мы с вами начнем изучение химии D-металлов именно с них. Поэтому дальше мы с вами посмотрим закономерности элементов подгруппы меди. Медь, серебро и золото. На слайде я здесь привела характеристики элементов главной и побочной подгруппы, то есть привела и калий, и робидицезий, для того, чтобы можно было просто посмотреть и сравнить. Валентные электроны. N без единицы, D10, N, S1, для меди 3, D10, 4, S1, серебро 4, D10, 5, S1, и золото уже 4, F14, 5, D10, 6, S1. То есть у золота происходит заполнение 4, F подуровня. Этим самым они сильно отличаются от электронных конфигураций элементов подгруппы калия 4, S1, 5, S1, 6, S1. То есть вы видите, то есть у них нет заполненных D-орбиталей. Поскольку энергия D подуровня предпоследнего квантового слоя и S подуровня внешнего слоя достаточно близки, потому что здесь уже происходит заполнение полностью D подуровня, то легко идет возбуждение электрона из N без единицы D-состояния в S-состояние. Поэтому элементы подгруппы меди проявляют переменные степени окисления. Медь плюс 1, плюс 2, плюс 3, серебро плюс 1, плюс 2, плюс 3 менее характерно, а вот золото уже проявляет степень окисления плюс 1, плюс 2, плюс 3 и плюс 5. Элементы подгруппы меди являются единственными в периодической системе, образующие соединения, в которых их валентность выше номера группы. У атомов меди и золота D-электроны более подвижны, чем D-электроны серебра. В отличие от элементов главной подгруппы, атомы элементов побочной подгруппы, на предпоследнем слое имеют не 8, а 18 электронов, что видно на примере их электронных конфигураций. Вследствие меньшего экранирования заряда 18-электронным уровнем по сравнению с 8-электронным. В силу большего заряда атомов побочной подгруппы, у атомов элементов подгруппы меди, меньше атомные и ионные радиусы. Вот посмотрите, для меди 1,28, для серебра 1,44, для золота 1,44, за счет лантоноидного сжатия радиусы примерно одинаковые, а калий рубиди и цезия имеют 2,38, 2,51 и 2,7 соответственно. Большие также потенциалы ионизации имеют медь, серебро и золото. Больше, чем у щелочных металлов. И также совершенно иные плотности, большие плотности. Смотрите, золото плотность 19, у меди 8, а у калия рубиди и целия 0,8, 1,5 и 1,9. То есть в зависимости, для чего я привела вот эту табличку, чтобы вы посмотрели, что в зависимости от электронного строения, насколько сильно меняются свойства металлов. Эффект лантоноидного сжатия, как я уже сказала, приводит к одинаковым радиусам для серебра и золота. Наличие одного НС-валентного электрона у элементов подгруппы меди ведет к некоторому сходству их со щелочными металлами, но очень и очень незначительному. Металлы побочной подгруппы являются восстановители, хотя менее активны, чем щелочные металлы, поскольку валентный С-электрон находится ближе к ядру, сильнее удерживается, чем у щелочных металлов. Поэтому медь, серебро и золото стоят в ряду напряжения после водорода, а калия рубиди и цели, естественно, до водорода, не разлагают воду, не взаимодействуют с кислотами, не окислителями. Встречаются в природе в свободном состоянии, а щелочные металлы в природе в свободном состоянии не встречаются. Очищаются электролизом водных растворов солей. Если атомы элементов подгруппы меди окисляются труднее, чем атомы щелочных металлов, то ионы элементов подгруппы меди восстанавливаются легче, проявляя окислительные свойства, например, реакция серебряного зеркала. Ионы щелочных металлов имеют наименьшую склонность к комплексообразованию, а ионы элементов подгруппы меди являются ярко выраженными комплексообразователями, так как имеют акцепторные С, П, Д орбитали внешнего и предвнешнего уровня, необходимые для образования донорно-акцепторной сигма-связи с донорными атомами легандов. Эти ионы имеют также донорные D-электроны, которые могут участвовать в дативном Пи-взаимодействии при наличии у леганда свободных валентных орбиталей, например, в случае фосфорсодержащих легандов. Одновалентный медь, серебро и золото проявляют координационные числа 2, а 2 и более проявляют координационные числа а 2 и 3 валентные проявляют координационные числа 4, 5 и 6. Если у щелочных металлов имеется сродство кислород, содержащим легандом, то у элементов подгруппы меди кислороду, азоту, серу, хлору, брому, углерод, содержащим легандом. Ионы, одновалентный медь, серебро и золото, являются мягкими кислотами и поэтому имеют сродство к мягким основаниям, таким как хлорид, сульфид, теосульфат. Стереохимия комплексных соединений элементов подгруппы меди очень разнообразна. То есть линейные комплексы, характерные для серебра, тетраэдрические комплексы также могут быть для серебра, например, сродонидом, октоэдрические комплексы для золота. Большинство комплексов 2-х валентной меди имеют искаженную тетраэдрическую структуру. Ну и вот если мы подытожим, можно записать общие закономерности. Высшая степень окисления не соответствует числу валентных электронов. Наиболее устойчивая степень окисления различна. И здесь тоже элементы подгруппы меди отличаются. То есть для меди 2, для серебра 1, для золота 3. Вниз по группе увеличивается сродство к электрону, достигая для золота значений, сравнимых с величинами для халькогенов и галогенов. Серебро имеет наименьшую электроотрицательность и потенциал ионизации. С уменьшением степени окисления усиливаются основные свойства, с увеличением степени окисления – кислотные. Комплексы образования превалируют над кислотно-основными свойствами. Медь, серебро, золото проявляют большое разнообразие координационных чисел в комплексах. Наиболее характерна линейная конвигурация для D10, искаженная октоидрическая для D9 и квадратная для D8. Для металлов степени окисления плюс 1 наиболее устойчивые комплексы с донорными легандами, для меди 2 и золота 3 с плюсом наиболее устойчивые комплексы с донорными легандами хлор, азот и кислород. Нахождение элементов в природе, получение и применение. Содержание в земной коре меди, серебра и золота составляет, соответственно, в массовых процентах 1 на 10 минус 2, 1 на 10 минус 5 и 5 на 10 минус 7. Медь в основном находится в земной коре в виде сульфидных руд. Главный минерал меди халькоперид, купрумферрум С2, халькозин, медный блеск, кавелин, малахит, самородная сера, здесь приведена на рисунке, встречается редко. Наиболее крупные медные самородки имеют массу в сотни килограмм. Самородное серебро также встречается редко. Природное серебро находится в виде сульфидных минералов, арсенит, аргентит или серебряный блеск, которые содержатся как примеси в полиметаллических рудах. Золото, наоборот, встречается преимущественно в самородном состоянии, в виде вкраплений в кварц. Иногда встречаются золотые самородки массой до десятка килограммов. Золото, так же, как и серебро, может быть примесью в полиметаллических рудах. Но содержащих в них золото, содержащиеся в них золото, намного меньше, чем серебро. Получение. Получение. Получают металлическую медь из халькоперита, то есть проводят обжиг в присутствии силициума-2. Так же можно получить металлическую медь из халькозина медного блеска или из оксида меди при сплавлении с оксида меди и сульфида, сульфидных руд. Очищают медь электролизом, аноды пластины из технической меди, катоды, тонкие листы чистой меди, электролит Купрум СО4 с добавкой H2СО4. На катоде выделяется чистая 99,9 металлическая медь. Серебро выделяет из неочищенных металлов меди, свинца и других. Из полиметаллических руд, которые всегда содержат примеси серебра. Серебро, извлекаемое в процессе электрохимического референирования меди, переходит в анодный шлам и полученное серебро очищает электролитическим методом. Золото извлекает из измельченных золотоносных пород промывкой, то есть промывают очень долго. Этот метод отделения основан на большой разности плотности золота. Мы с вами смотрели, что плотность золота очень большая, 19 и выше грамм на кубический сантиметр, и силициума 2. Часто промывку совершают или делают с амальгамным способом выделения. Из полученной амальгамы, то есть это амальгамы, растворы золота и ртути, потом ртуть удаляют отгонкой. Широко применяется также и химический способ извлечения золота из золотоносных руд, обработкой их раствором цианида натрия. Метод называется метод Багратиона. Назван ученого, который открыл. Он основан на реакции. Здесь реакция приведена. На слайде берут золото, цианид натрия, воду и кислород, получают комплекс натрий-аурум-ЦН дважды, а затем уже из полученного раствора золото выделяют с помощью цинка. Замещается в этой реакции цинк на золото, таким образом получается металлическое золото. Для извлечения золота из раствора используют также ионообменные смолы. По электропроводности среди всех металлов серебро занимает первое место, а медь занимает второе место. Это обуславливает их широкое применение в электротехнике, электронике. Широко применяются металлы в виде сплавов. Сплав меди с цинком называется латунью, меди с оловом называется бронзой, меди с алюминием – алюминиевой бронзой. Медь входит в состав монетного серебра, монетного золота. Около 50% добываемой меди идет на изготовление различных проводов. Ряд соединений меди используется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве. Значительное количество серебра идет на изготовление фотобумаги, фотопленки, эмульсионный слой которых обычно содержит бромид серебра. Серебро используется также для изготовления зеркал, оптических приборов. В настоящее время серебряные покрытия все больше заменяют алюминиевые, вакуумное напыление алюминия, или никелевыми заменяют. Значительное количество серебра идет на изготовление предметов домашнего обихода и украшений. Золото является эквивалентом денег, и большая часть его сосредоточена в хранилище банка. Золото используется в радиоэлектронике и производстве различных схем. Также в виде украшений и при золочении используется. Важна также биологическая роль элементов подгруппы меди. Медь играет важную биологическую роль. Медь является необходимым элементом для всех высших растений и животных. В крови медь переносится главным образом белком. Перилоплазмином встречается в большом количестве ферментов. Коллоидное серебро. Соединение оксида серебра, нитрата серебра или других солей серебра с желатином. Это является антисептиком. Используется как противовоспалительное средство. Органические соединения золота применяются в медицине при лечении аутоиммунных заболеваний, также при лечении различных артритов. В связи с тем, что эти соединения различаются, все-таки нужно выделить некоторые закономерности и сходства. Медь серебро и золото. Металлы, соответственно, красного, серебриста, белого. Коэффициент отражения света у серебра близок к 100. И желтого цвета. Пластичный, особенно золото. Высоко тепло и электропроводный. Лучшим растворителем металлической меди и серебра является концентрированная серная кислота H2SO4, разбавленная концентрированная H внутри при нагревании. На золото эти кислоты не действуют. Оно растворяется в царской водке с образованием золото-хлористоводородной кислоты. Позже чуть-чуть на слайде это будет показано, когда мы будем рассматривать химию золота. По отношению к такому реагенту, как кислород, химическая активность металлов в ряду медь, серебро, золото падает. Медь медленно окисляется на воздухе при обычной температуре с образованием гидроксокарбоната. Серебро и золото в этих условиях достаточно устойчивы. В общем, серебро химически менее активно, чем медь, но исключение составляет его реакция с серой и сероводородом, при которых серебряные поверхности быстро чернеют, покрываясь сульфидом серебра. Золото сравнительно легко реагирует с кислородом при участии комплекса образователей. Так, в водных растворах цианидов при доступке к кислороду серебро растворяется, образуя цианоаураты. При нагревании медь и золото серебро реагирует с серой, образуя сульфиды, хлориды. Также образуются соединения с галогенами и золото уже при нагревании. Итак, теперь немножечко рассмотрим химию отдельных элементов. Медь – наименее реакционноспособный 3D-металл. Медь реагирует с кислородом при нагревании. При температуре 700 градусов образуется двухвалентный оксид меди, при более высокой температуре – одновалентный оксид меди. Реагирует с галогенами. Не растворяется в кислотах не окислите, растворяется в щелочах и перекиси. Растворяется в кислотах-окисрителях. Если разбавленное H2SO4 медленно образуется Купру-МСО4, то есть реакция идет медленно в присутствии кислорода сконцентрированной, растворяется с образованием Купру-СО4. Медь тускнеет на воздухе в результате протекания различных реакций. Здесь написано с образования амоксида, гидроксокарбоната и сульфида. Медь растворяется в результате комплекса образования. Например, плюс аммиак, либо H-Йод, то есть происходит образование комплекса H-аурум-Йод-2, либо Купрум-Йод-2, либо Купрум-НХ-3-4-жды, О-Аж-2-жды. Медь реагирует при нагревании серой, селеном, телуром, фосфором, кремнем и бором с образованием бинарных соединений. Здесь Купрум с фосфором перенеслось. Не реагирует с водородом, но гидрид известен. И гидрид получается по реакции, например, при действии Купрум-НХ-4, H-ПО-2, образуется гидрид меди. В ряду медь, серебро и золото, химическая активность уменьшается. Серебро и золото, благородные металлы, не реагируют с кислородом. Серебро окисляется в кислой среде. С H-НО-3 идет образование соли, аргентума-НО-3. А с H-ЙОД концентрированное, по аналогии с медью, идет образование комплекса. Очень медленно образуется с H-2С кислородом сульфид черного цвета. Взаимодействует с перекисью, с образованием различных солей. Причем степень окисления плюс 3. Золото окисляется сильными окислителями. Как я уже сказала, что золото растворяется в смеси царской водки. С образованием золота хлориста водородной кислоты H-Аурум-Хлор-6. И также золото растворяется в селеновой кислоте при температуре 200 градусов Цельсия. С образованием аурум-2, селен-О-4 трижды. Серебро и золото растворяются в цианидах. То есть реакция с серебром аналогична реакции с золотом. Серебро и золото реагируют с галогенами, халькогенами, фосфором и мышьяком. С образованием бинарных соединений. Соединение меди, серебра и золота в степени окисления плюс один. Различие в поведении одновалентных ионов, элементов подгруппы меди и щелочных металлов, связано и с различием структуры. Но связано с различием структуры внешнего квантового слоя. Если мы посмотрим еще раз на квантовый уровень, для меди 2,818 и радиус 0,93, для калия 2,88 и радиус калия с плюсом 1,36. То есть медь является 18-электронным катионом, а калий 8-электронным катионом. И что же можно тогда из этого сказать? Что 18-электронные катионы элементов подгруппы меди обладают сильным поляризующим действием, что приводит к высокой полярности связи в соединениях. То есть это можно сравнить полярность связи купрум-хлор, допустим, и натрий-хлор. Слабо основному характеру оксидов и гидроксидов. Кроме аналогии в стихиометрии соединений одновалентных элементов подгруппы меди и щелочных металлов, между ними мало общего. Если в водном растворе ионы щелочных металлов существуют в виде акватированных ионов металл плюс H2O, то элементы подгруппы меди дают устойчивый катион серебра, серебро с плюсом, а ионы медь с плюсом и золото с плюсом подвергаются диспропорционированию. То есть медь диспропорционирует с образованием меди 2 с плюсом и металлической меди, а золото, золото 3 с плюсом и металлическое золото. А серебро имеет устойчивый катион серебра с плюсом. Ионы меди и золото стабилизируются только в степени окисления плюс 1, стабилизируются только в малорастворимых соединениях или в прочных комплексах. Химия одновалентной меди – это химия малорастворимых ковалентных кристаллов и устойчивых комплексных соединений. Ну вот здесь приведены примеры. Либо малорастворимый, то есть образуется иодит меди, либо комплекс H-аурум-хлор-2. Но также есть еще устойчивость цианидных комплексов. Соединение серебра в степени окисления, значит, плюс 1. Для серебра наиболее типичным является одновалентное состояние. При действии щелочи на растворы, содержащие ионы серебра с плюсом, выпадает осадок оксида серебра, аргентум-2О, бурого цвета. Образование этого осадка обусловлено тем, что гидроксид серебра, аргентум-ОН за счет поляризующего действия 18-электронного катиона серебра и контрполяризующего действия протона на атом кислорода при выделении разлагается. То есть такая происходит контрполяризация. Оксид серебра, аргентум-2О, немного растворим в воде. Раствор имеет щелочную реакцию, так как аргентум-ОН сильное основание, поэтому соли серебра не подвергаются гидролизу. Оксид серебра растворяется в аммиаке и разлагается при температуре 300 градусов уже на серебро и кислород. Оксиду серебра, обладающими основными свойствами, соответствует ряд солей. Это хлориды, нитраты, фториды. Наиболее широким применением, применяемым соединением серебра является, конечно же, нитрат серебра, который получает растворение металлического серебра, концентрированный АШН-3. Хлорид серебра растворяют в водном растворе аммиака с образованием аквакомплекса или также можно растворить в растворе калий-йод. Сульфид серебра аргентум-2С черный образуется при взаимодействии ионов серебра с ионами серы. Соединение золота в степени окисления плюс 1. Химия одновалентного золота представлена в основном комплексными соединениями в растворе, а также ковалентными кристаллами аурум-хлор-3 и аурум-йод. У золота-1 в степени окисления плюс 1, так же, как и у серебра в степени окисления плюс 1, малорастворимый хлорид бромид и иодид. Иодид золота в степени окисления плюс 1 образуется при добавлении калий-йод к раствору хлорида золота-3, аурум-хлор-3. На слайде приведены галогениды в степени окисления плюс 1, меди, серебра и золота. Но, как вы видите из слайда, практически все галогениды существуют, кроме соединений меди и золота с фтором. Оксиды меди, серебра и золота в степени окисления плюс 1. Для меди это красный оксид, сереброк коричневый и золото фиолетовый. И вы видите здесь, насколько они неустойчивы. Значит, оксиды золота разлагаются уже при температуре 200 градусов Цельсия. Получать можно при взаимодействии на соли двухвалентной меди, одновалентного серебра или трехвалентного золота. Также известны вот такие смешанные оксиды Купрум-8О и Аурум-3О-2. Оксиды нерастворимы в воде, гидроксиды неустойчивы. Здесь вот приведены реакции. Ну и аналогично для меди и золота. Оксид меди и золота диспропорционируют в кислой среде. Оксид меди диспропорционируют с образованием соединений меди-2 и металлической меди. А оксид золота, соединение степени окисления 3 плюс 3 и металлического золота. Для серебра. Так как соединение серебра наиболее характерно в степени окисления плюс 1, то для соединений серебра известны кислородные соли, которые при нагревании разлагаются. Нитрат с образованием металлического серебра. Нитрат, концентрированный раствор нитрата серебра при взаимодействии с сульфидом и стеллуридом образуют комплексные соединения. Соли серебра плохо растворимые. В воде, кроме таких вот солей, которые здесь приведены на слайде, соли кислородных кислот, меди и золота, разлагаются водой. Одновалентные соли разлагаются водой и практически неустойчивы. Соединение меди в степени окисления плюс 2. Получают при нагревании меди до 400-500 градусов Цельсия в присутствии кислорода выше 1000 градусов Цельсия. Купрумо уже при более высокой температуре 1100 градусов Цельсия он уже разлагается. Поэтому при высокотемпературном окислении меди образуется Купрум-2О. Оксид Купрум-О удобно получать также термическим разложением основного карбоната меди Купрум-2ОН2-ХДЦО3. Оксид меди также может взаимодействовать с водородом, легко восстанавливается водородом при температуре 300 градусов Цельсия, при этом образуется металлическая медь, не взаимодействует с водой, с кислотами реагирует с образованием солей, легко растворяется в водном растворе аммиака с образованием комплекса Купрум-ННН-34, жду аж дважды темно-синего цвета. Оксид и гидроксид меди имеют слабо выраженный амфотерный характер. В небольшом количестве растворяются в очень концентрированных растворах щелочей, И при сплавлении также со щелочами Купрум-О может образовывать купраты металл-2, Купрум-О-2 темно-синего цвета. При взаимодействии солей на растворы образуется синий гидроксид меди Купрум-ОН дважды. Гидроксид меди Купрум-ОН дважды легко разлагается при нагревании на оксид меди и воду. Гидроксид меди слабое основание, обладающее в небольшой степени амфотерными свойствами. Оно растворяется в концентрированных растворах щелочей с образованием ярко-синих растворов гидроксокупратов. В разбавленных кислотах с образованием аквакомплексов в растворе аммиака с образованием аммиачного комплекса Купрум-НН3-4, ОН2-Н. Купрум-ОН амфотерное основание растворяется в результате комплекса образования. Известно много солей. Меди в степени окисления 2. На практике часто применяется Купрум-ОН-4 на 5 молекул воды. Это медный купорос. При нагревании он обезвоживается. Безводный Купрум-ОН-4 бесцветен. При действии избытка водного аммиака на растворы, содержащие ионы Купрум-2+, образуются комплексные катионы. Сульфат, титраамин, допустим, меди, Купрум-НН-4, СО-4 на молекулу воды темно-синего кристалла, темно-синие кристаллы, которые выделяются при добавлении к раствору, содержащую Купрум-СО-4 и НН-3 этилового спирта. Соли меди гидролизуют в водном растворе, давая кислую реакцию. Из соединений двухвалентного серебра известны только оксид Аргентум-О и фторид Аргентум-Фтор-2, которые являются сильными окислителями. Соединения в степени окисления 3, такие соединения характерны, конечно, для золота. Известно несколько соединений меди в степени окисления плюс 3, в частности, оксид меди Купрум-2О3 красного цвета, который является сильным окислителем, его можно получить окислением меди-2, солей меди-2, персульфатом в щелочной среде. Соединения меди-3 неустойчивы. Существуют и соединения серебра в степени окисления 3, это оксид серебра Аргентум-2О3 и комплексный фторид состава калий Аргентум-Фтор-4, но они тоже достаточно неустойчивы. Соединения золота-3, это в основном комплексные соединения, ну и соединения с галогенами. Из соединений золота-3 наиболее используется тетрахлор-аурат водорода или тетрахлорозолота водородная кислота H-аурум-хлор-4 на 4 молекулы воды. Это желтые игольчатые кристаллы, получаемые растворением золота в царской водке. Но также используется хлорид и бромид золота. Известны все галогениды золота в степени окисления плюс 3, только фторид гидролизует нацело. Хлорид при взаимодействии с водой образует комплекс аурум-хлор-3ОН с минусом, а иодит разлагается с водой с образованием соединений золота одновалентного. При действии щелочей на растворы золота в степени окисления плюс 3 или на кислоту осаждается бурый гидроксид золота-3. Аурум-ОН трижды при осторожном нагревании получается оксид золота-аурум-2О3, который при нагревании выше 160 градусов разлагается на золото и кислород. Гидроксид золота является слабой кислотой, то есть он может взаимодействовать со щелочами, с образованием комплексов. Например, с натрию H образует натрий аурум-ОН четырежды и растворяется в кислотах с образованием кислоты H-аурум-хлор-4. Из растворов можно выделить желтую соль калий-аурум-ОН четырежды на одну молекулу воды. Трехвалентное золото проявляет окислительные свойства. Несмотря на сходство в электронном строении атомов, сходство между свойствами элементов подгруппы меди весьма ограничено. То есть мы с вами уже разобрали их отличия, но все-таки есть и свойства, которые заключаются в следующем. Металлы кристаллизуются в одной и той же грани центрированной кубической решетки. Купрум-2О и аргентум-2О в объемоцентрированной кубической. Одновалентные ионы элементов этой подгруппы образуют однотипные комплексные ионы типа металл-хлор-2 с минусом, металл-НН3 дважды с плюсом. Для ионов одновалентной меди и серебра устойчивость галлонинидных комплексов увеличивается в ряду фтор-хлор-бром-йод. Также некоторые комплексы меди-2 и серебра-2 изоморфны. Трехвалентные медь, серебро и золото также дают однотипные комплексы. Ну на этом у нас сегодня все. До свидания, до следующих встреч.